Всем привет, ребята! Сейчас будет очень полезное видео для... Обобщить-то, для представителей постсоветских республик, которые живут у себя в республиках. Ну и для наших ребят, для русских, для славян тоже будет полезно. Вообще, я надеюсь, все какие-то выводы сделать, особенно для ребят с постсоветских республик. За последнюю неделю мне стало немало писать казахов с Казахстана. Не сказать, что тотально и массово прям, но много. Кто-то там со мной по школе пересекался, кто-то по спорту пересекался. Я родился в Казахстане. До 15 лет прожил в Казахстане. Потом все, я уехал, поехал получать образование. Я там много где был, много где ездил, много где жил. Но в целом, как бы, я дислоцировался на Урале, в Челябинске. Но, как бы, связь с ребятами не терял с Казахстана. И по сей день у меня там есть хорошие знакомые, друзья разных ценностей. Русские, башкиры и корейцы. Разные. Вот. Но тут мне стали писать ребята. С Казахстаном. Мол, типа, вот, Миш, мы твои песни раньше слушали, там было же и про любовь, и про жизнь, и про человеческий, и про спорт. А вот твоя общественная деятельность, то, что ты начал делать, это фашизм, нацизм, национализм, чистой воды. Когда уже вы начнете разбираться в терминологии? Хоть почитайте, пожалуйста. Это три разных понятия. И, в общем, все вот и такой, парам-пам-пам. Я ничего не отвечаю, потому что, ну, мне нет времени столько сидеть, печатать или еще что-то. Поэтому сейчас все это видео посмотрят, дай бог, и разгребутся. Я вам сейчас приведу сравнение такое. Ну, предположим. Вот, живете вы в Казахстане. По большей части казахи и разные национальности. Живете. И тут к вам начинают массово привозить и завозить, например, финнов из Финляндии. Мы сейчас, я сейчас ни в коем случае, я финнов просто вот с головы взял, предположим. Привозят финнов, очень много финнов. Они поначалу заезжают, вроде что-то работают, вроде туда-сюда, вроде все нормально. Время идет их больше, больше, больше. И тут они уже очень много. И они начинают борзеть. Не все, но большинство. Начинается ограбление, изнасилование, наркотрафик, проституция. Аварии. Все, что происходит сейчас в России. Все это видят. Ну, кроме чинушек, естественно. И заинтересованных завозить их. И вот эти финны уже начинают на улице там намазывать. Тут уже начинается целый район этих финны. Тут эти финны начинают к вашим женщинам в наглой форме приставать. Тут эти финны начинают вам высказывать, что, а что у вас женщины ходят? Что это тут мусульманское? Что это на голове? Да, блядь. И вы начинаете что делать? По головке гладить? Или деньги им давать на диаспору? Да, конечно, нет. Вы бы начали их, ребята, в Казахстане щемить. Я же знаю. Причем щемить на всех углах. Причем и менты бы щемили, и помогали бы, и в связке все работали. Вы бы так делали, ребята. Вы бы делали не как я, который поднимает общественный резонанс, там, как-то работать, что-то там. Людей подключать. Пытается на это повлиять, и с точки зрения каких-то чиновников, судей, да, чтобы мы там разбирались на больших. Как говорится, и масштабно, и точечно. Вы бы щемили этих финнов. Вы бы выгоняли этих финнов нафиг оттуда, обратно. Скажем, вы что, охерели, вы к нам приехали, у нас здесь свой уклад. Мы вот мусульмане, у нас женщины вот так ходят. А что это тут устраивать? Какого хера вы нам начинаете что-то втирать? Потому что на простом примере, вон, пожалуйста, Южная Бутова, Москва. Мне мужики рассказывали, что там ходят мигранты, и девушкам предъявляют за то, что они не с покрытой головой ходят. Охренели, блядь, уже что ли вообще? Да мы сами разберемся, кому как ходить. И вот это все происходило бы у вас в Казахстане. Вы бы довольны были, что ли? Да, конечно же, нет, ребята. Да даже сейчас вот эти сбежавшие на самокатах от мобилизации в Казахстан. Мне пацаны там пишут, говорят, что уже начинают подщимливать их там, на улице встречают. Говорят, что приперлись, что свалили? Идите. А что вы спрашиваете? Они приехали. Они хорошие. Я сейчас про сбежавших ничего вообще говорить не буду. Это их дело, все. Они свой выбор сделали, им с этим жить, все. Даже не хочется сейчас эту тему поднимать. Уже все все сказали, всем все понятно, ясно. Вот. Я уверен, что казахи бы так делали. А у нас как получается? Мы что-то пытаемся тут у нас глава диаспоры там или просто представитель диаспоры заходит в ментовку там какого-то приняли, типа заходит в ментовку и начинает что-то там качать. И менты с ним что-то разговаривают. А у нас менты должны как делать? И вообще любые люди из структуры. Они должны брать, говорить этому представительу диаспоры. Что пришел? Ты и кто? Адвокат? Нет. За дверь. Адвокат пускай разбирается. Ты что пришел? Что-то качать начинают. Ты ему говоришь, ты сейчас 15 суток слопочешь. Поверь мне, мы сделаем, что они будут у тебя. Еще раз будешь что-то тут понтить. Мы тебе устроим. Выйди нахер. Если он ходит там и намазывает. Если он просто пришел культурно спросить вопрос, вы знаете, я бы хотел уточнить тут наш земляк, ему бы ответили на вопрос. А у нас как было в Новосибирске? Помните, когда я поднял кипиш? На меня же заявление там понаписали потом с Новосибирска. Когда ДПСник случайно завалил беспредельщиков одного азербайджанца. Азербайджанцы съехали с оружием там. И это все смог разрешить только представитель глава диаспоры азербайджанской в Новосибирске. Я охренел, что я сказал. Говорю, а что это у нас? Глава диаспоры решает вопросы, которые должны решать силовые структуры. Тогда же Бастрыкин за это ему спасибо. Как устроил там кипиш нахер. Там шапки полетели у всех. Поэтому, когда мне пишут... Это сейчас касается... Вот я сейчас привел пример казахов, потому что мне ребята стали из Казахстана писать. Я сейчас для всех постсоветских республик просто представьте это. Себе это пальто наденьте, как у нас которое. И тогда вы поймете, почему мы недовольны. Я тысячу раз сказал. Если бы все видели себя достойно, культурно, общались, ассимилировались и так далее. Могли бы мы и сотрудничать и так далее. Но у нас же происходит обратная ситуация. Уже все видели эту статистику, что в Москве 70% преступлений совершается мигрантами из Средней Азии, по большей части. Ну, там еще с Кавказа тоже чудят. 70% это официальная типа статистика. Я разговаривал с майором от Ставки. Он говорит, Миш-80. Я говорю, понятно, но с Москвой. Вот. Поэтому, казахи, ребята, когда вы мне это пишете, прекращайте. Подумайте вот об этом. Просто подумайте, что бы делали вы. Как бы вы реагировали. Радовались бы вы вот этому, чтобы у вас там финны ходили вот это вот. А-а-а, блядь. Орали с ножами с этими. Выстрелы вот эти. С калашей. Во дворах ночью. И все, все, все прочее. Вы не были бы довольны. Вы бы тогда сейчас и с Россией людям сбежавшим не предъявляли бы. Понятное дело, там это не происходит сейчас массово. Прям повсеместно. Но происходит. Оно происходит. Естественно. Да и я помню случай. Ребят, ну я был маленьким в Казахстане. Я помню, как Советский Союз рухнул. На юге Казахстана там просто у людей забирали, все выгоняли. Русских просто выгоняли. Били палками, блядь. Выгоняли с домов люди. Бросали имущество. Бежали на юге. Я жил на севере Казахстана. Он был более орусевший. Но у нас тоже, помню, как написали на главной площади в городе, написали большими буквами на стене. Русские, не уезжайте. Нам еще нужны рабы и проститутки. Такой кипиш в городе был. Мы маленькие еще были. Но, что хочу отметить. Я помню, когда же наши старшие ребята там с районов, и казахи, и русские, все как начали искать этих людей. Там был сильный кипиш. Там быстренько сработало КНБ и дело замяли. Но дело было. Понимаете? И много таких случаев было по Казахстану. Хотя в целом, вот сколько я помню, всегда дружно все жили. Если честно, дружно жили все всегда. Я захожу в магазин, продавщица казашка, на дворе Пасха. Она, ой, у вас Пасха, у вас сегодня такой праздник светлый. Я вас поздравляю. Но институт Сороса свою работу выполняет отменно. И это уже чувствуется по Казахстану, что институт Сороса работает грамотно, увы. Кто не знает, вот такой Сорос и что за институт, почитайте обязательно. Это те люди, которые как раз таки устраивают цветные революции. Вот то, что было в Украине, там еще по Европе тоже скакало. Сейчас на очереди Казахстан, потом Грузия, потом Таджикистан. Схема одна и та же. Я надеюсь, не успеет. Но пока что все срабатывает. Вот такой вам посыл, ребята.